Женщина совершила аборт. Женщина совершила грех, грех осознанный. Не всегда мы наши грехи осознаем в полной мере. Полномерность греха для нас открывается только после нашей кончины, после того, как все грехи для нас оголяются, и мы видим их в полную, ту, в кавычках, цену, которую человек на самом деле даже не представлял во время своего совершения греха. Может, даже не догадывался. Потому что очень часто близкие нам люди, подбадривают нас на те или иные действия, на те или иные какие-то поступки, которые, казалось бы, не имеют большой тяжбы. Это часто практиковалось в социальном моменте и в времена Советского Союза, когда женщина шла на аборт, как на почистие зуба, как на обычную какую-то процедуру, которая не имела нравственной, моральной, этической нагрузки, тем более не духовной. Просто шла и делала. Когда человек, совершивший это деяние, женщина, остается один на один с этим фактом, то все, кто ею сподвигал, родня и два други, знакомые, иногда даже и медики, все они остаются в стороне, потому что это беда и остается с ней. И ребенка на это вспоминает до конца сувенеи. Что ей делать? В первую очередь сделать вывод для себя о том, что это не должно повториться. Во-вторых, должно быть молитвенное покаяние. Сердцем, душой и своими желаниями посещать храм. Там, в первую очередь, идти на исповедь и в покаяние, уже после исповеди у священника, спросить советы, как ей понести молитвенное послушание, именно касательно этого совершенного греха. Потому что люди все разные. Священник к каждому подходит отдельно, индивидуально. Для кого-то назначен епитимия, то есть то испытание, то несение поклонов ли, чтение ли акафистов, покаянных ли канонов. Все это будет индивидуально к каждой женщине. Поэтому первое, что нужно сделать для себя, это осознать то, что жизнь дана нам, Богом. Жизнь — это ценность, даруемая нам бесплатно, даруемая нам от любви бесконечно к человеку. И не нам ее забирать и решать за человека, который мог родиться, который мог стать великим человеком, замечательным человеком, родить своих детей. И мы впоследствии, как получается, что он, даже не успев родиться, его никто не спрашивает, он уходит в прах земной. Поэтому наша с вами главная задача — это осознать то, насколько мы иногда совершаем свои действия, не обдумав и не поняв до конца, насколько это для нас пагубно. И как пагубно для спасения наших душ, души каждой индивидуальной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова